Да, я работаю в Лазаде, но сегодня я буду рассказывать не о том, что мы делаем в Лазаде, а о своем хобби на самом деле. А хобби у меня — программировать дома какие-то прикольные штучки. Вот одна из них — это GoTemplate Toolkit. С чего все началось? До того, как прийти в Go, я работал довольно-таки долго с Перлом, почти 10 лет. И очень много писал шаблонов на этом замечательном шапланизаторе. Кстати, кто-нибудь здесь вообще писал на Перле? Немного. А с Template Toolkit? Еще меньше. Хорошо. Тогда один из слайдов стараюсь пропустить побыстрее. На самом деле шаблон выглядит примерно так. Здесь я накидал простой пример. У нас есть варапер, который должен быть для всех страниц. Это шапка, футер. Он, как правило, неизменяемый за английским исключением в виде имя пользователя и что-то такое. То есть мы описываем варапер название, какие перемены он должен использовать, и дальше что-то очень сильно похоже на Template Toolkit. И сам шаблон, который рисует конкретную страницу. Я ее назвал test. Он принимает название странички и список пользователей каких-то. Внутри есть циклы, есть процессинг шаблонов определенных в другом месте и вывод переменных. Все очень просто и легко. Очень похоже на Template Toolkit. И все это дело в конце концов преобразуется в go-code, похожее на что-то такое. То есть для варапера образуют, получается функция варапер-пэйдж, для шаблона получается функция процесс и имя шаблона. На входе у нас есть контекст, то есть мы можем передать какие-то общие переменные через него, которые мы не хотим в качестве параметра передавать, ну или использовать для своих каких-то нужных целей. И вот тот фазик, который я теперь не буду сильно описывать на самом деле. В шаблонах перла был файл, это один конкретный шаблон. Здесь у меня получилось, что перловый макро превратился в 2 директивы, Template и в варапер. Вместо use я сделал импорт, который больше похож на гошный. Больше нет стэша, больше нет виртуальных методов, потому что хочется работать с нативным go-code и добиться больше производительных, и, соответственно, в перле была функция eval. В go у нас, к счастью или к сожалению, не знаю, этой функции нет, поэтому мы код генерим до того, как начнем собирать наше приложение. И что в итоге получилось? Я написал очень похожий шаблон с использованием встроенного go-шаблонизатора, и получилось, что мой шаблонизатор выигрывает в нем больше, чем в 10 раз. При этом количество локаций по памяти порядка почти в 8 раз меньше. Ну и краткое содержание как синтексис, как пользуется. Директивы все помещаются внутри тегов квадратная скобка процент. Директивы, если вы хотите написать внутри одних тегов, то должны разделяться точки с запятой. По умолчанию все пробельные символы, они будут отрезаны. Если вы хотите, чтобы их можно было сохранить, просто добавьте плюсик перед открывающимся или закрывающимся тегом. И также я сделал то, что мне очень нравилось в первом Template Toolkit, это фильтры, когда можно по цепочке передать обработчик какой-то переменной или строке, или неважно чего. И вот краткий обзор всех директив, которые есть. Импорт позволяет подключить дополнительные модули. Темплейты в раппер описывают, соответственно, новый шаблон или в раппер для шаблона. Процесс позволяет встроить в результат вывода другого шаблона, как раз в то место, где будет написан контент. И также есть стандартное if-else и два типа циклов по ранжу и по переменной. Есть еще куча всяких выражений, операторов для выражений, сравнения, математические, присвоения переменных. Могу единственное, что добавить, что можно использовать как значок больше, так и буквенное обозначение GT, как в Perl Template Toolkit. Они равнозначны. В принципе, о шаблонизаторе и о синтаксе это все. Дальше я хочу рассказать вообще, как это все строилось, и как вы можете построить, в принципе, свой шаблонизатор или что-то похожее, что из чего можно сгенерить го-код. Я открыл Википедию и посмотрел вообще, с помощью чего мы можем парсить грамматики. Там есть довольно-таки большой-большой список всего, что нам нужно и не нужно. Я как-то был знаком с Lex и с Yak, поэтому я и выбрал их. Теперь мы определились с инструментами, теперь надо как-то разобрать то, что у нас получилось. Еще раз тот кусочек шаблона, который отвечает за врапер. И если представить, что мы программа, мы увидели такое, и что с этим делать? На самом деле в таком виде ее парсить нельзя, потому что нам на самом деле интересно только то, что внутри тегов, я подсветил красненьким, а все, что снаружи, это может быть все, что угодно, и разбираться, что там написано, нам как-то особо смысла нет. Поэтому внутри припроцессинга я просто сделал такую штуку, как что все теги были, все открывающие и закрывающие теги были заменены на точки с запятой, а строки снаружи были обернуты кавычками. Теперь у нас получилось что-то, что можно формализовать и написать парсер для этой грамматики. Теперь мы можем из всего этого построить AST-дерево. Для этого нам нужно писать грамматику для яка. Грамматика для яка, она на самом деле состоит из трех блоков. Шапка основная, в которой вначале описывается какой-то кусочек го-кода, который попадет в генерируемый файл для парсинга. Далее мы описываем все токены, которые нужны будут нашей грамматике. После этого в шапке также описывается блок Union, в котором мы производим мэппинг всех типов, которые нам нужны, которые будут использоваться в AST-дереве. То есть это мэппинг яковских типов в гошное. Также мы описываем, какого типа будут наши AST-ноды внутри дерева. Плюс самая такая неочевидная вещь — это блок, в котором есть команда left-right, которые позволяют описать, во-первых, как выводить выражение, если оно очень сложное и непонятное. И плюс это еще задает приоритет операций. После этого ставим 2% и говорим, что шапка нашего як-файла завершена. И мы переходим уже к описанию правил. Правило выглядит примерно так. На самом деле здесь верхушка — это самая неочевидная вещь. Это о том, что нам нужно завести главное правило, в котором мы сохраним результат. В данном случае он будет сохранен в лексер. А после этого мы уже начинаем раскрывать рекурсивно нашу грамматику. То есть наш шаблон состоит из файла, который может внутри тебя содержать header и macrosis. Мы описали это правило. Мы еще сейчас не говорим о том, что внутри header и macrosis. Но мы уже говорим, что мы после того, как попали сюда, в gov-файле у нас должна быть ist-нода, ist-файл. В качестве параметров, которые эта структура на самом деле, передаем то, что было в header и в macrosis. В правой части в фигурных скобках пишем практически настоящий go-код. Единственное отличие это то, что используются некоторые магические переменные 2$. Это переменная, в которой сохраняется результат. И $1, $2 — это переменные, которые указывают на результат работы раскрывания этих правил. То есть здесь $1, $2. Ну и дальше по цепочке. Если у нас есть макросы, то есть у нас может быть один или несколько макросов, которые между собой разделены точкой запятой. Мы говорим, что у нас макросы состоят из стеймтов или, опять же, список макросов, у которого есть еще один стейтмент, склеенный точкой запятой. После этого у нас появляется, получается, в верхней части список всех макросов, которые мы нашли. Дальше уже раскрывается сам макрос, в котором мы говорим, что у нас есть токен-темплейт, после которого идет токен-идентифер и так далее. В правой части мы уже просто описываем, какие IST-ноды нужно сопоставить с данным конкретным правилом. И вот еще чуть-чуть недавно я говорил про операторы left, процент left. Они нужны для таких случаев, как вот этот, когда мы хотим описать выражение. Когда слева и справа может быть очень сложное выражение, и по умолчанию як скажет, что я не знаю, как раскрыть это правило, у меня будет конфликт. Поэтому если мы вверху скажем, что для этих операторов мы используем левую рекурсию, то все продолжает работать просто замечательно. После этого мы говорим, что наше описание правил закончилось в 2%, и обычно еще идет третья часть в як-файлах, на котором мы уже пишем go-code. Ну, к счастью, go позволяет нам писать go-code в соседних файликах, но они будут собраны в один пэккетч, поэтому я обычно это делаю сбоку. И на выходе, когда мы писали всю грамматику, у нас появляется такой файлик, в данном случае go, в котором union превратился в описание типа лексема, скажем так. Появляется набор констант, который ставит соответствие число каждому токену. Появляется интерфейс лексера, который нужно реализовать, который позволит яку понимать, с какой лексемой или токеном он имеет дело. И самая главная функция, которую мы будем использовать, это yy-parts. Про лексер. Як, он был в стандартной подставке go довольно-таки долго, его буквально недавно выпилили, поэтому я использовал стандартный. Лексера я нашел буквально совсем недавно, когда уже это было написано, что есть кем-то написанный go-lex, можно в принципе использовать его, но я написал свой собственный. Там на самом деле ничего сложного особого нет, особенно когда вам не нужно построить что-то универсальное, а пишем лексер для конкретной грамматики, то мы просто можем определить два массива. В одном из них будут простые токены, которые описывают ключевые слова, заретервированные, и какие-то лексемы, которые описаны с помощью регулярных выражений, допустим, строки или числа. После этого по алгоритму такому мы можем просто пройти и парсить наш входной код. В данном случае шаблон. Арбалитм очень простой. Если у нас текст кончился, длина текста равно 0, то возвращаем 0. Это скажет Яку, что файл закончился, можно закрывать и больше ничего не парсить. Если у нас текст еще не кончился, то проверяем две вещи. Есть ли это простой токен в начале нашего текста или начинается у нас регэксп? Если есть, то отдаем Яку нашу лексему и сдвигаем текст на то количество символов, которые мы отдали Яку. Если ничего не нашлось ни здесь, ни там, значит, мы думаем, что возможно мы хотим поработать с простым символом. Допустим, больше, меньше, плюс или какие-то скобочки открывающиеся, неважно. Все, что не попало в более сложные лексемы. Сдвигаем, соответственно, текст найдет символ. Есть маленький нюанс, что нам неинтересны пробельные символы, мы их просто игнорируем, поэтому если нам попался пробел, тап, перенос строки, мы просто его пропускаем и повторяем цикл до тех пор, пока не найдем что-то интересное или не закончится. Если все-таки символ нашелся и непробельный, то мы просто возвращаем его Яку, и Яка его использует, сопоставляется своей грамматикой. В принципе, код лектора я приводить не буду, он довольно-таки простой, алгоритм интереснее, наверное, было посмотреть. Все, в принципе, наша работа практически по строению IST-дерева закончилась, и осталось только описать ноды, которые мы будем использовать. Я для IST-нода определил интерфейс i-IST-нод, который требует у себя три метода getImports, getString и writeGo. getImports и getString нам нужны для того, чтобы понять, какие импорты нужно подключить внутрь шаблона, внутрь генерируемого файла гошного. getStrings нужно для того, чтобы понять, какие строки нам нужно вынести в переменные, которые для того, чтобы их использовать в выводе. И в writeGo, соответственно, этот метод, который уже пишет сам, сам за вас пишет го-код. Каждая нода отвечает за то, чтобы написать свой маленький кусочек кода на го, используя те параметры, которые в ней есть. Для примера, вот здесь вывел, это IST-фонг. Это простая структура, в которой есть имя функции, есть параметры, которые она принимает. Соответственно, два метода getImports и getStrings, которые смотрят, что если у них есть параметры, возможно, этим параметрам нужны какие-то импорты или какие-то стринги. И она просто уже рекурсивно у них спрашивает, нужно им что-то или нет, и если нужно, возвращает наверх. И самая важная функция — это writeGo, которая опишет вызов функции. Все очень просто. Мы просто пишем имя функции, если есть параметры, то для каждого параметра пишем с помощью вызова в writeGo параметры и закрываем скобку «наша функция готова». В принципе, все. Теперь мы можем генерировать шаблоны. И у нас получается валидный Go-код, который можно собрать, подключить к нашему проекту и использовать уже в своих других целях. На самом деле, когда я сделал первую версию, она выглядела вот так. Не было никаких переменных, которые были вынесены в отдельную часть. Использовался и обратьString, использовался формат Sprint для того, чтобы не строковые переменные вывести как строка. Я все это делал по бенчмарку. К сожалению, стол мешает. На самом деле, там результат бенчмарков — это примерно 0,7 миллисекунда, при этом было 6008 аллокаций. Мне стало интересно, а можем ли мы на чем-то сэкономить и ускорить. И я взял Go-tool P-prof, построил CPU-профайл, получилось такое дерево. Ну, на самом деле, когда увидел его тоже таким мелким, особо ничего не понятно. Но если присмотреться, у нас есть столб, который расходится примерно здесь. И если увеличить эту часть, то можем увидеть, что сейчас основные тормоза идут где-то вот здесь в районе FMT Sprint. Ну, соответственно, первое решение — а не избавиться ли бы от него и сделать что-нибудь более быстрое. Ну, то есть также можно на дереве увидеть, что он здесь делает DoPrint, который выделяет новый принтер, какие-то аллокации, фри, как-то это все дорого и долго. Поэтому я его заменил на свою реализацию utils-to-string, соответственно, плюс еще был фильтр, который использует XML, они тоже использовали FMT Sprint. И получилось, что вместо 700 тысяч наносекунд получилось 490 тысяч наносекунд. Довольно-таки уже быстро. А что же изменилось? Я сделал очень простую функцию to-string, которая делает typecast, и для каждого известного стандартного типа она возвращает какой-то результат работы функции из string.com. Даже на такой простой оптимизации мы выиграли уже порядка 20-30%. После этого я опять построил CPU profile, хотел посмотреть, а где еще можно возможно сэкономить. И оказалось, что есть замечательная функция iOWriteString, которой был пронизан весь результирующий код. И она оказалась довольно-таки медленная. Здесь есть внутри нее runtime assert i2, i2, которая на самом деле, если посмотреть внутрь этой функции, то здесь есть попытка приведения к стрингеру. И если это не есть, то вызывается этот метод. Если нет, то вызывается просто write-массивы byte. Как оказалось, вот эта вещь очень сильно тормозит, что было видно на профайле. Для этого я просто избавился от write-string в тех местах, где можно было от нее избавиться. А, соответственно, это вынос всех строк, которые я знаю, в готовые переменные в виде байтовых массивов, уже изначально предпросчитанных. И шаблон стал выглядеть примерно как в начальных слайдах. То есть все write-string были заменены на write-име этой переменной. И на этом удалось выиграть еще порядка 100 тысяч наносекунд. На самом деле, вот у меня есть немножко графиков. Три версии того кода, который у меня был. По памяти, по локациям удалось выиграть только один раз. В случае с временем выполнения, то есть в итоге практически в два раза удалось сократить время выполнения программы, просто посмотрев на профайлы и оптимизировав узкие места. Ну, в принципе, на этом и все. Коллеги, время задать свои вопросы. Можно поднять руку. Да, иду. Пожалуйста, представляйтесь и задавайте вопрос в микрофон. Спасибо за доклад. Меня зовут Денис. Скажите, а это в продакшене где-нибудь работает? Нет, в продакшене работает. Я даже собирался сегодня поставить тег 1.0, но, к сожалению, я почему-то забыл. Сегодня вечером обязательно это сделаем. И второй вопрос. С чем связан выбор синтаксиса шаблонов? Я 10 лет писал на template toolkit. Он мне в ДНК. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Увидела там первую руку. Иду к вам. Меня зовут Сергей. Вопрос у меня следующий. Вот вы говорите, синтаксис шаблонов был выбран из-за того, что вы с ним много работали. Планируете ли вы каким-то образом делать возможность настройки синтаксиса шаблонов, для того, чтобы перейти на другой, с которым знакомы другие? Ну, для того, чтобы перейти на другой синтаксис, на самом деле нужно писать новую грамматику, а это получается уже новый шаблонизатор. То есть я сегодня, в принципе, рассказал, как можно это сделать, и любой желающий, в принципе, может посмотреть на исходники go-template toolkit и сделать что-то свое, то, что ему нравится. Это не очень сложно, это совсем просто. Еще вопросы? Здравствуйте. Спасибо за доклад. Хотел просто узнать, вы смотрели на Quick Template от Валеркина Александра? У него там производительность, в общем, какая-то бешеная. Ну, собственно, это такой эталонный какой-то фаблонизатор в go-комьюнити, по которому, типа, перформанс можно мерить. Да, я увидел, но, к сожалению, я увидел только после того, как я это написал, начал показывать каким-то друзьям, которые вокруг меня, и они начали меня кидать уже готовые шаблонизаторы, посмотри на это, посмотри на то. Честно говоря, я бенчмарк не сравнивал, возможно, в ближайшее время я это сделаю. Может быть, кто-то из вас это сделает и поделится где-нибудь результатами. Вообще нет аллокации памяти. И, кстати, вот там я видел преобразование строки в Massive Byte, вот как раз аллокация получается, есть вариант там преобразовывать без аллокации памяти. Да, я видел там через Unsafe Pointer, но это уже какая-то грязная магия. Я боюсь, что в этом месте можно себе отстрелить ногу, когда go обновится. Еще вопросы? Вижу вас на заднем ряду. Добрый вечер, меня зовут Олег. Вопрос такой, не пробовал тестировать с пулом буферов, например, чтобы не каждый раз там write string делать или write byte, а как бы собирать буферы и делать один write? На самом деле, у тебя на входе есть writer, который ты можешь использовать хоть в байт буфер, можешь использовать напрямую, если ты работаешь внутри HTTP сервера, напрямую писать в write HTTP, который в writer. Поэтому здесь аллокации нет. Здесь аллокации только могут быть на преобразование каких-то вещей из числа в строку и так далее. Спасибо.